Михаил Соломонович, здравствуйте, большое спасибо, что нашли время для интервью. 75-летие Организации Объединенных Наций – это действительно очень знаковое, важное событие для всего мира. И, естественно, наше государственное информационное агентство ТАСС, которое, можно сказать, является летописцем истории ООН, потому что, начиная с тех первых сообщений, когда была подписана историческая декларация Андрея Андреевича Громыко от Советского Союза, от создания Организации Объединенных Наций, впервые тогда еще в Советском Союзе граждане СССР узнали об этом великом событии именно из сообщения ТАСС. И первые фотографии с того памятного дня были фотокорреспондентов ТАСС. Ну, хотя поскольку, потому что ТАССу все-таки в этом году исполнилось 116 лет, ТАСС даже немножко старше, чем Организация Объединенных Наций. И, естественно, у нас огромный фотоархив, фотолетопись истории ООН. На всех этапах развития ООН, во всех институтах ООН работали корреспонденты ТАСС. Мы одной из немногих, по-моему, совсем немногих мировых информационных структур, которые уже многие годы, несколько десятилетий, имеем постоянный офис в штаб-квартире ООН. И поэтому, естественно, было наше желание отметить эту юбилейную дату. Кстати, хочу вам сообщить, что вот эта фотовыставка, которая открылась, экспозиция прямо перед нашим главным зданием на углу Тверского бульвара и Большой Нефицкой, это достаточно известное архитектурное строение Москвы, штаб-квартира ТАСС. Но одновременно вчера же также открылась фотовыставка, посвященная 73-й ООН в штаб-квартире, европейской штаб-квартире ООН в Женеве. Таким образом, сразу мерзкими фотовыставками мы решили отметить этот замечательный день, этот замечательный юбилей в истории ООН. По понятным, к сожалению, пандемическим причинам мы не смогли сделать это открытие таким торжественным, с большим количеством гостей, с перерезанием красной ленты. Но представители Организации Объединенных Наций в Москве, крупнейшие журналисты, наши фотокоры, которые многие годы работали, снимая фотолетопись истории ООН, все присутствовали на открытии. Это очень любопытная выставка, потому что там показано несколько десятков фотографий в таком большом размере, но мы постарались наиболее знаковые события в истории ООН на этой фотовыставке показать. И, кстати сказать, непосредственно гостями ТАСС на встречах с руководителями российских СМИ, именно в ТАССе, побывал и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофианон, и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пагимун. Мы надеемся в один из приездов в Москву нынешнего генерального секретаря ООН господина Гутьерыша также пригласить в ТАСС на встречу с ТАССовцами и нашими коллегами. Михаил Соломонович, вот я хотел бы здесь, наверное, отметить, что вы один из тех российских журналистов, который очень долгое время делал очень множество материалов, посвященных деятельности Организации Объединенных Наций. И вот за 75 лет Всемирная Организация прошла большой путь с момента своего основания. Вот каким вам видится сегодняшняя работа ООН по достижению 17 целей устойчивого развития на период до 2030 года и сотрудничество ее учреждений с Россией? Спасибо вам за добрые слова. Действительно, ТАСС и я со своей командой, мы действительно создали, если говорить только о видеотелефильмах, связанных с Организацией Объединенных Наций, то их было уже несколько. Это был еще фильм, посвященный 60-летию, 70-летию. Кстати сказать, вот сейчас готовится фильм, который мы надеемся показать осень будущего года в Организации Объединенных Наций, посвященный как раз 75-летию. Недавно на телеканале российского государственного телевидения было показано интервью, которое мне дал сравнительно недавно генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, господин Анатонио Гутьерриш, как раз посвященный юбилею. И в этом плане мне вспоминается вот история, ну скажем, последних хотя бы 20 лет, когда я имел честь встречаться с целым рядом руководителей он предыдущими. Но я уже называл и господина Пагимона, и господина Кофи Аннона, и господина Переса де Куэллера, и господина Бутерса Бутеруса Гали. Это все люди, которые внесли свой неоценимый вклад в развитие ООН, в совершенствование деятельности. Мы встречались с представительством ООН по всему миру, от Конго до Европы. И везде мы видели, какую огромную роль играет Организация Объединенных Наций, выполняя ту великую миссию, которая была и предназначена еще, так сказать, странными основателями ООН. Сегодня ООН встречается с новыми вызовами, но вот неожиданный, но такой трудный вызов, с которым он возглавил борьбу с пандемией. Когда я говорю ООН, я имею в виду, прежде всего, институт ведущей Организации Минных Наций в этой сфере Семьей Организации Здравоохранения. Трудно переоценить его роль в этой нагрянувшей на весь мир беде, но ООН продолжает вести миротворческие операции там, где это необходимо. Огромную роль играет продовольственная программа ООН, и также ее роль трудно преуменьшить. Поэтому я должен сказать, что ООН сегодня, несмотря на раздающуюся критику с разных углов, совершенствуется, движется вперед, находит новые решения, новым вызовам. И здесь, мне кажется, в современном этапе развития человечества невозможно себе представить иную международную структуру, которая была столь важна для развития нашей, в общем-то, как выяснилось, не такой уж большой планеты, чтобы со всех сторон возникавшим вызовом можно было дать достойный ответ. Именно эта руководящая и координирующая роль ООН является очень важной. Вот мы говорим о борьбе с пандемией. Нельзя не отметить специальную сессию Организации Объединенных Наций, которая, в свою очередь, была создана по инициативе движения неприсоединения по борьбе с пандемией. Это какое-то было новое слово ООН. Это было новое слово движения неприсоединения именно в контексте борьбы с теми вызовами, которым сегодня сталкивается человечество. Михаил Соломонович, вот очень интересно то, что вы отметили. Может быть, вы хотели бы дополнительно что-то добавить или отметить по тому, что вы уже сказали? Мне кажется, после пандемический мир, который, я уверен, не за горами, он заставит всех нас, всех людей на Земле задуматься о том, как мир должен быть готов к разного рода вызовам. Это, может быть, вызовы эпидемиологические или климатические, природные, вызовы, связанные с кибернетическими угрозами. И вот здесь, во всех этих вопросах, очень важна роль ООН как ведущей, крупнейшей и наиболее авторитетной международной организации, позволяющей объявить усилия всех стран-членов ООН на решение тех задач, которые стоят перед человечеством, на противоборство тем вызовам, перед которыми человечество сталкивается. И я думаю, что эта великая международная кооперация, великое международное сотрудничество, во главе которых идет ООН, сегодня нужна как никогда. Михаил Соломонович, большое спасибо, что нашли время для комментария. Спасибо.